Ездил я с братом до заправки на мотоцикле и просто видим, на обочине лежит барабан. С тех пор барабан лежит в гараже одной из репетиционных площадок группы Лена Заринская. Лен здесь нет и никого из Заринска. Название спонтанное. Барнольская группа с ореолом загадочности мощно заявила о себе в 2023-м, когда состав стал таким. Вокалы гитара, ударные, клавишные, плюс щепотка перформанса. Самое дикое на сцене, да у нас все дикое. Фронтмен группы сохраняет образ. Парень – будущий историк искусств. Музыкой занимался с детства, а год назад увлекся авангардом и создал Лену Заринскую. Просто бессмысленно что-то делать в плане перформанса и глупо просто стоять и исполнять на сцене свою музыку. Поэтому захотелось объединить и в итоге они сделали такой симбиоз. Это как альтер-эго. Его альтер-эго, которое помогает ему выносить в этот мир какие-то чувства, эмоции. И я тоже, у меня есть свое альтер-эго. Ведь я Мария Фунг. В жизни я не Мария Фунг. Экспрессия, агрессия, ярость на сцене, в жизни спокойствие. Мария освоила ударные уже после попадания в команду. Это скорее группа единомышленников, чем музыкантов. Дружат в жизни и пишут вместе, раскрывая каждого. С четырех лет стояла в академическом хоре. Для меня вот такое, у меня произошел просто разрыв шаблонов моих каких-то даже внутренних. Я думала, что я смогу как-то там поплясать на сцене, но я не знала, что так. Я не знала, что это настолько заразно, что такая энергетика бешеная, классная. Эго-гранж так, а не определяет свой стиль. Экспромтный эксперимент, как обязательное условие. Вначале признаются, это шокирует, а потом заражает. Среди поклонников творчества – семинаристы, преподаватели вузов, коллеги по цеху. Я учусь на искусствоведа, а искусствовед должен как раз писать тексты, оформлять, презентовать красиво, придумывать все эти концепции концертов. Это же все как бы связано, вот сейчас будем как раз объяснять все, что было, чтобы показать, что у нас не только образ, но и содержание. Музыканты расширяют границы барнаульцев и создают свое пространство для искусства. В гараже уже прошел вечер академической музыки, а в планах собрать поэтов и организовать выставку художников. Так что Лена Заринская пропагандирует не только музыку, но и искусство в полном его выражении и уникальности. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.